Добро пожаловать в шестой урок курса «Профессиональная аранжировка в электронной танцевальной музыке». И сейчас мы поговорим о том, как создается бас, собственно, в электронной танцевальной музыке. Бас, безусловно, одна из самых важных частей в любом треке, особенно что касается EDM-музыки. Поэтому сейчас мы разберем разные виды баса, какие они в принципе существуют, и также мы разберем, как работает sidechain и что это такое. Для начала хочу сказать, что я лично разбил все существующие басы в электронной танцевальной музыке на несколько основных категорий. Всего их будет 7 штук, и сейчас каждый из этих вариантов мы разберем. Соответственно, тем самым вы сможете при создании своей музыки использовать различные варианты этих басовых вариаций, басовых партий, бас-секций. И также вы сможете их каким-либо образом смешивать друг с другом, чтобы получать более интересные результаты. Также в разных жанрах музыки преобладают те или иные типы бас-секции, но вы можете на самом деле экспериментировать и как угодно их применять. Поэтому давайте начнем. Самый первый тип бас-секции, который я выделяю, я назову вопрос-ответ, его ключевая идея очень простая. Заключается она в том, что у нас есть некая мелодия. Если вы внимательно смотрели предыдущее видео, то вы уже знаете, что у нас есть, например, мелодия. И мы можем разные ноты этой самой мелодии сыграть разными звуками, разными пресетами, разными вообще VST-плагинами. Давайте послушаем вот такую вот зарисовку, и я думаю, вы поймете, о чем речь. Я думаю, здесь все предельно ясно. У нас есть бочка, вот она. Обычный прямой бит. Мы это уже разбирали. Есть обычный бас. С незамысловатой мелодией. И здесь специально выдержана пауза. И эта пауза заполняется уже совершенно другим звуком, а именно вот таким вот сэмплом. Все. Тем самым у нас как бы вот эта вот часть, вот этот вот именно звук задает некий такой вопрос. А вот эти вот ноты, вот эти вот басы, они дают как бы некий ответ. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Я думаю, так все это можно представить, и это будет достаточно наглядно и достаточно понятно. Это один из таких очень лайтовых примеров, да, как это сделано. Второй вариант, как это может использоваться и где это может использоваться. Начнем с того, что подобный тип бас-секции, он используется во многих хаусовых треках. Как, допустим, фьючер хауси, фьючер баунси. Много на самом деле. Можно его использовать в огромном количестве стилей. Техно тоже не исключение. Ну, то есть почти все жанры музыки очень круто отзываются на такой именно вариант бас-секции. Поэтому я его показываю первым. Также практически всегда он используется в дабстепе, в драманбейсе. Вот в таких вот жанрах, где очень много различных звуков, совершенно разных. Они друг на друга вот так вот накладываются. Давайте послушаем вот такую вот зарисовку. Она у нас должна быть на скорости в 150 bpm, в темпе 150 bpm. И давайте послушаем. Это очень такая простенькая зарисовка. Я специально не стал здесь ничего усложнять. Сделал все максимально простым. Стандартный. Такой дабстеповый луп. Драм-луп мы это уже делали. И здесь просто-напросто поднакиданы вот таким вот образом различные ваншоты баса, которые создают некую такую вот ритмическую басовую составляющую. Именно так, кстати, создается очень часто в именно дабстепе, ну реально басовая партия. То есть не нужно даже брать какие-то VST плагины. Можно взять просто готовые сэмплы, вот так вот это все понакидать, где-то подрезать их, где-то по питчу сделать выше-ниже. Например, вот здесь конкретно вот этот вот бас-шот. Мне показалось, что звучит высоковато, если по умолчанию его оставить, как он есть. Поэтому я его транспонировал вот здесь в левом верхнем углу на минус 2 полутона, и он как бы зазвучал, на мой взгляд, лучше. Также здесь срабатывают принципы техника 1.2.1.3, о которой я уже много раз говорил. Я взял, скопировал все то же самое, что уже было, скопировал сюда, поставил и добавил просто еще одну нотку для создания небольшого разнообразия. Вот и все элементарно, просто и очень-очень легко. То же самое можете услышать и в Drum'n'Bass, когда там идет один Grow'n'Bass, потом сменяется другим, третьим, пятым, десятым. И в итоге у вас какая-то простенькая мелодия, там построенная из нескольких нот. Но каждая эта нота звучит разным либо VST-плагином, либо разными сэмплами сыграно, и в итоге получается более интересное звучание. Поэтому в электронно-танцевальной музыке я очень рекомендую именно вот такой вот принцип. Он круто работает. То есть здесь вы можете либо комбинировать работу с сэмплами, либо использовать только сэмплы, либо использовать только MIDI-информацию. Здесь уже как вам удобней. Окей, здесь, я думаю, все предельно ясно. Дальше второй, пожалуй, такой популярный вариант — это работа с 808. 808-й бас — это второй тип баса, который практически всегда используется в трэп-музыке, в принципе, в фьючер-бейсе часто используется и в различных хип-хоп, рэп и всех вот таких вот аналогичных жанрах музыки. Давайте послушаем, как это здесь работает, и я покажу, как это все выглядит. Как всегда, максимально простенькая зарисовочка. Здесь совершенно стандартный драм-луп. Мы уже разбирали, как это делается. И здесь я взял Quick Sampler, и здесь вот идет вот такой вот 808-й. То есть его вообще можно накрутить самостоятельно внутри синтезаторов, но это будет отдельная уже тема именно по работе с синтезом звука. Это будет отдельный курс. Сейчас не будем заострять на это внимание, потому что вы всегда можете либо, во-первых, взять какой-то пресет, который вы скачали, купили в интернете для какого-то синтезатора, который будет давать 808-й. Либо вы можете взять просто обыкновенный сэмпл 808-го. Вот как видите, название этого сэмпла BWB Wave 4808. То есть это четвертый сэмпл 808-го баса. И, соответственно, звучит он вот так вот. То есть это просто звук, который вы уже сто раз слышали наверняка. И расстановка у него довольно-таки простая. Здесь нет ничего сверхсложного. Некоторые ноты приходятся на удар бочки, некоторые отдельно. Как правило, здесь нет какого-то сильного мудрижа, в отличие от многих других вариантов бас-секции. Здесь все довольно легко, просто, понятно. То же самое, что и всегда мы делали. Я просто повторяю то, что уже есть, и немного редактирую. Например, вот эти вот ноты. И вот эти, они абсолютно идентичные. Здесь только добавляется новая нота, которой раньше не было. Ну а вот эта вот часть, как вы видите, она абсолютно аналогична тоже. То есть она полностью совпадает. Поэтому отличия минимальные. Все это мы уже тоже разбирали на уроке по мелодиям. Так что ничего сложного нет. Здесь очень полезно и очень важно варьировать длину нот. Это действительно очень важно, чтобы все звучало, ну скажем так, более интересно. То есть какие-то нотки подлиннее, какие-то покороче. Это дает некое такое дополнительное движение. Это очень тоже важно и очень полезно. Что еще у нас есть? Какой у нас есть еще вариант? У нас есть вариант, когда мы работаем с... Я его называю бочка бас. Это когда сразу уже в сам сэмпл зашит бас. Это относится в первую очередь к бегру музыки. Поэтому вот все, что касается бегру, там используется такой бас. Сейчас я покажу, как это работает. Для этого, конечно же, мне нужно зайти в соответствующие библиотеки. Да, какие-то бегрумовые. Ну они у меня на самом деле находятся вот здесь вот. Давайте возьмем, скажем, hard idm drops. И здесь можно вот так вот взять kicks all key. Вот мы слышим, да, что есть уже какой-то бас здесь. Если мы посмотрим этот сэмпл, посмотрим, из чего он состоит, то мы обнаружим следующее. Что в этом сэмпле у нас есть некая часть, которая является бочкой. Давайте я сейчас покажу прям максимально детально. Вот эта вот часть, вот эта вот у нас, давайте вот так вот разрежу, да, вот эта часть у нас является самой бочкой, а вот эта является басом. Если я сейчас удалю одну из них. Ну мы слышим достаточно стандартный kick, да, единственное, там в конце чуть щелкает. Ну это легко как бы меняется с помощью фейда, да, это легко делается. Все, обычный короткий kick, не так ли, да, очень знакомый нам, ничего такого. Но, но здесь есть еще вот эта sub-составляющая, так называемая. Это как раз таки то, что дает вот этот вот именно бас. И вместе, вместе мы слышим вот такой вот звук. Сразу скажу, что я не рекомендую как-то синтезировать, знаете, брать какую-то бочку, значит, отдельно синтезировать вот этот вот бас в каком-то синтезаторе. Их там как-то склеивать, смешивать. Все гораздо проще. Сейчас огромное количество сэмплов, они уже звучат круто, классно. Поэтому вы просто берете подходящий вам сэмпл. Здесь они раскиданы по нотам. Но, соответственно, здесь тональность бочки действительно имеет значение, потому что если вы пишете в какой-то определенной тональности, то вам нужно брать именно бочку в той тональности, в которой вы работаете. Если же говорить про тональность бочки, ну, в каких-то других стилях музыки, то я не сильно по этому поводу парюсь. Вернее, не парюсь вовсе. Я все делаю на слух. Единственное, когда действительно я задумываюсь о том, какая тональность у бочки, это когда идет работа с такими вот киками для бигрума. Потому что здесь четко понятная, ярко выраженная басовая партия. Если мы сюда поставим какой-нибудь плагин типа тюнера, то мы достаточно отчетливо увидим, что здесь нота A-DES. Это и слышно, это и видно. А у такой бочки, например, у нее нет никакой тональности. То есть она чуть-чуть что-то определяет, но далеко не каждую бочку тюнер вообще будет определять. Но вообще, если посмотреть, как создается бочка, то бочка не может иметь какую-то определенную тональность. Плюс на низких частотах ноты вообще обычно не слышно. Короче, чтобы не засорять сейчас этим голову, повторюсь, я лично заморачиваюсь по поводу тональности бочки только тогда, когда работаю именно с такими киками, где ярко выражена вот эта вот басовая составляющая. Тогда, по сути, даже я заморачиваюсь не тональностью бочки, а тональностью баса именно в этом жанре музыки. Поэтому здесь примеров, я думаю, вы сто раз слышали уже много раз. Обычный бигрум. Такие бочки там используются повсеместно. И сейчас уже огромное количество сэмплов, которые нужно просто взять и использовать в своих треках. Здесь ничего сложного нет. Что касается других типов баса, я еще очень часто использую, ну и вообще рекомендую, крутой классный тип бас-секции, который я называю быстрый бас. Его суть очень простая. Давайте послушаем. Это часто используется в двух жанрах музыки. Это техно и также в псай-трансе. В псай-трансе вы прям вот очень часто это можете услышать, практически всегда. Давайте проверим. Мы слышим, да? Вспомните какой-нибудь псай-трансовый трек. Там, конечно, бочка, она более такая, ну то есть более с кликом каким-то, да? Это именно вопрос выбора сэмпла. Но расстановка будет именно такая. Расстановка очень простая. На самом деле, если мы посмотрим, то обнаружим, что у нас идут ноты каждую одну шестнадцатую, кроме удара бочки. Ну то есть вы можете просто поставить эти сэмплы и эти ноты каждую одну шестнадцатую, но первый удар бочки, вот где приходится сильная доля ее пропускать. Ну в общем такая вот расстановка. Все. И за счет этого у вас получается такой ритм более крутой, более классный. Также нередко здесь используется свинг. Вообще при работе с басом очень круто использовать свинг. Благо здесь по умолчанию мы можем в лоджике это настроить. И он сдвигает, видите, вот эти вот ноты. Это очень круто работает. Не всегда, конечно. Но в некоторых жанрах может работать очень-очень даже интересно и на самом деле круто. Давайте проверим, как это будет работать в данном случае. Будет ли работать без свинга. Так давайте сделаем свинг побольше. Например, вот так вот. Без него. С ним. Мы слышим такую оттяжку. На самом деле мне нравится свинг. Я не скажу, что я использую его всегда. Но это крутая тема, которую тоже не нужно забывать. Если вкратце, то каждую вторую шестнажку он сдвигает чуть вправо. Как вы видите, да, вот она. Давайте я увеличу. Вот она, значит, первая шестнажка. Вот вторая, первая, вторая, первая, вторая и так далее. И вот каждая вторая шестнадцатая она чуть-чуть сдвигается. Что касается настроек свинга, я рекомендую и сам использую 50-70. Ну обычно 60, такое эталонное значение. В этих диапазонах, в этом диапазоне, как по мне, свинг наиболее заметен. И в то же время он не настолько существенен. Потому что если вы сделаете 100, это тоже звучит в данном случае. Но в некоторых ситуациях может звучать не очень. Поэтому свинг – это не панацея. Это просто фишка, которую вы можете использовать. Применяйте ее, тестируйте, пробуйте. Если это будет звучать круто, то окей. Но очень важный момент. Если вы применяете свинг на басе, то обязательно применяйте этот же свинг на всех остальных звуках. На мелодии, на всем остальном. Потому что, ну сами понимаете, если бас вы сдвинете, а у вас ноты мелодии будут звучать вровень, или ноты перкуссии, или еще каких-то других звуков, то это будет давать диссонанс и рассинхрон по ритму. Поэтому это очень важный момент. Также вот, например, еще есть такой вариант. Давайте я покажу. Это вот как раз такое техно. Здесь используется вот этот принцип вопрос-ответ. Все. Мы слышим достаточно отчетливо, что здесь есть некий вопрос. И есть некий ответ. Это очень круто работает и часто используется. Также что еще? Давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть много вариантов, на самом деле, еще. И у нас есть мелодический бас. Мы как бы его уже, на самом деле, разбирали с вами. Это когда бас играет какую-то определенную мелодию. Если вы внимательно смотрели непосредственно урок по мелодиям, то помните, что я включал бас. И, по сути, бас, ну он реально был мелодией. Да, вот мелодия, которая сыграна басом, превращается в такой мелодический бас. Часто это используется в электро-хаусе, в том же фьючер-хаусе и многих других жанрах музыки, где бас прям играет какую-то мелодию, качает и все круто. Ну давайте еще раз повторим этот момент. То есть это достаточно самостоятельный бас. Я не скажу, что вот этот бас прям сильно мелодический. Он скорее подходит под формат такого обычного баса, который звучит вместе с прогрессией аккордов. Напомню, что если здесь мы поставим какую-то прогрессию аккордов с таким же ритмическим рисунком, то этот бас будет прекрасно звучать. Если у нас будет чуть более мелодический такой бас, то это будет звучать уже по-другому. И тогда такой бас, вероятнее всего, уже будет звучать самостоятельно. Показывать еще раз я его не буду. Вы можете пересмотреть урок по мелодиям. И там я все это демонстрировал. Поэтому вы уже знаете, как он работает. Так что повторяться не будем. Я думаю, логика понятна, что это какой-то бас, который либо звучит под мелодию, под аккордовую прогрессию, либо это более самостоятельный бас, который мы могли услышать в примерах с мелодиями. Ну, может быть, если все-таки не хотите переключаться, то давайте я сейчас покажу примеры мелодии. У меня есть проект. Я сейчас буду переключаться с одного проекта на другой, потому что у меня все это собрано в разных проектах. Вот мелодический бас, которым я говорю. Делаем помедленнее. Все. Здесь мы слышим, что это такая самостоятельная мелодия, которая сыграна басом. Все. Это такой мелодический бас, который звучит абсолютно самостоятельно. Все. Эти басы мы уже смотрели, поэтому я просто, так скажем, освежил это в вашей памяти. Окей. Теперь давайте разберем, что такое sidechain и как его используют. И заодно разберем еще один финальный тип баса, который я называю длинный бас. Сейчас вы узнаете, почему я его так называю. Вот у нас здесь есть пример с таким басом. Просто обычный бас, длинный, ничего особенного. Вот такой вот совершенно монотонный. И теперь давайте возьмем бочку и послушаем его вместе с киком. Ну, в принципе, да, бас и бас. Просто гудит и все. На самом деле, такой бас тоже, я не скажу, что часто, но бывает, используется в треках. В основном он используется в тех треках, где основной акцент сделан не на грув, не на кач, не на басовую составляющую, а на мелодию, либо на вокал, либо на что-то другое. То есть он просто немного гудит, чтобы создать вот такую вибрацию. Но, конечно же, этот бас не может существовать без sidechain, как и любой абсолютно другой. Запомните важное правило, что всегда, когда мы делаем бас, мы используем sidechain. Это обязательное правило, которого необходимо придерживаться. Есть два варианта использования sidechain. Первый вариант подходит для стилей с прямым ритмом, с прямым битом. Об этом мы тоже говорили с вами на четвертом уроке. И для ломаных ритмов подходит немного другой вариант sidechain. Давайте для начала разберем, что это вообще такое. Смотрите, у нас есть вот этот бас. Он у нас абсолютно ровный. С помощью SM-соскопа мы видим волноформу, видим, что он абсолютно ровный. А теперь, если мы добавим сюда такой плагин, как Kickstart, то у нас появляется некая пульсация. Давайте выберем вот такой вот пресет и сделаем ручку Mix, например, максимальную. Что мы видим? У нас происходит пульсация. Причем она очень похожа на ту, что вот здесь вот у нас прорисовано. Что реально делает sidechain, в данном случае Kickstart. Смотрите, суть такова. Когда два звука звучат одновременно, они начинают конфликтовать. Когда два звука на одной и той же частоте звучат одновременно, они начинают реально очень сильно конфликтовать. Бочка звучит на низких частотах. Верно? Верно. Бас звучит на низких частотах. Тоже верно. Если они по нотам звучат одновременно, а в данном случае они звучат одновременно, как мы видим, то как раз нам и нужен sidechain, чтобы непосредственно в момент удара бочки у нас громкость баса просаживалась. фактически представьте что мы прорисовали автоматизацию громкости для баса и каждую одну четвертую здесь стоит 1 4 то есть каждую одну четвертую у нас прорисовывается вот такая вот кривая и мы это наглядно видим здесь то есть у нас под удар бочки да вот так вот идет такая просадка давайте я сейчас покажу может быть все это на мастере чтобы ну прям было максимально наглядно все то у нас вас до который просаживается под ударом бочки теперь мы добавляем саму бочку видите вот в эту нашу яму успешно встал кик если его выключить понимаете да в чем суть если эту яму не делать у нас будет просто кавардак у нас будет каша у нас будет ну реально просто грязь на низких частотах но самое важное не только это а то что side chain дает вот эту вот пульсацию которая заставляет людей танцевать которые дают этот грув и кач ровный звук качает все мы с помощью сайды чейна убиваем двух зайцев сразу первое мы создаем кач который так важен в электронной танцевальной музыке второе мы решаем конфликт между бочкой и басом потому что непосредственно момент удара бочки бас просаживается и как бы слушателя создается ощущение что бас бочка звучат одновременно и вроде как бы не одновременно вроде они не мешают друг другу а вроде и качает в общем все супер все прекрасно поэтому сайды чейн это обязательная штука которая используется всегда при работе с басом и при работе с электронной танцевальной музыкой возникает вопрос как выбрать эти пресеты и за что они отвечают ну смотрите все очень легко и просто если бы у нас бочка была очень длинная давайте послушаем отдельно kick kick у нас но по длительности приблизительно он на вот есть так за фризить но смотрите да вот 1 4 это вот столько да потому что каждую одну четвертую нас бьет kick он у нас по длине чуть меньше чем 1 8 то есть чуть меньше 2 16 16 то есть бочка в данном случае достаточно короткая она не сильно длинная поэтому для нее не нужно много места если бы если чисто теоретически ну и практически у нас был бы очень длинный кик но представьте прям длинный кик такой по у бога длинный длинный то под него нужно было бы больше места не так ли если же у нас бочка была бы очень короткой еще короче чем сейчас то скорее всего нам не нужно было бы так много освобождать место для нее то есть мы могли бы выбрать вот такой вот пресет или такой да потому что как вы понимаете если бочка была бы очень короткая и мы выбрали такой пресет то вот здесь вот примерно ударяет кик здесь какая-то непонятная пустота и только потом всплывает вас исходя из этого логика какая мы настраиваем вот этот side chain исходя из того какой длины у нас бочка это очень важно если бочка короткая прям очень очень короткая то мы используем примерно такие пресеты если бочка очень длинная то грубо говоря такие но это теория хотя она не противоречит практике но чаще всего чаще всего личная и даже я бы сказал не чаще всего на процентов в 90 случаях если работаю с прямым битом то я использую либо вот этот присед либо вот ну либо вот это но чаще всего практически всегда используют этот присед вот мне он больше нравится он почти всегда заходит все так что вот рекомендую его использовать если вы работаете с музыкой в прямом бите с прямым битом окей я надеюсь здесь понятно да то есть в момент удара бочки у нас просаживается громкость баса появляется пульсация разрешается частотный конфликт пресет по которому будет работать сайд чейн зависит от того какой длины бочка теперь что дальше ручка микс за что она отвечает давайте сейчас послушаем только бас если у нас ручка микс на 100 процентов то у нас идет максимальная просадка видите прям под ноль здесь вот в этот момент у нас ничего не звучит если же я сделаю например ручку микс 50 процентов то это будет означать что у нас громкость будет проваливаться не полностью а только наполовину видите то есть он проваливается только на примерно половину как раз и получается и именно за это отвечает у нас ручка микс и на самом деле я рекомендую настраивать так мы об этом будем чуть позже говорить если мы используем сабас то я рекомендую вставить ручку микс сто процентов если мы работаем с мид басами то где-то в районе 80 процентов но как правило сайд чейн как раз где-то от 70 до 100 процентов и настраивается это такие самые оптимальные настройки потому что 60 процентов и 50 уже практически не слышно пульсации поэтому обычно 75 80 90 и даже 100 вот такие вот настройки теперь что касается ломаных ритмов ведь если ритм ломанный да то здесь сайвичейн будет срабатывать некорректно почему потому что он срабатывает под прямой бит каждую одну четвертую он просаживает громкость баса предполагая что у нас бит прямой но это не всегда так поэтому мы должны выключить kickstart мы должны включить такой плагин под названием компрессор обычный родной встроенный компрессор давайте сделаем какой-то ломанный совершенно ритм прям максимально какой-то кривой вот такой да например и нам нужно сделать следующее теперь на наш бас мы вешаем компрессор обычный компрессор далее далее вот здесь вот мы выбираем в сайды чей не кик непосредственно с которым мы работаем вот он да здесь он будет либо в разделе аудио если вы используете аудио информацию либо в разделе инструмент тут тоже если вы случайно не нашли бочку в разделе инструмент то возможно потому что вы загрузили ее не как инструмент через quick sampler а загрузили как аудио поэтому здесь мы выбираем kick и теперь мы делаем следующее ну на самом деле настройки атаки можно поставить так это у нас рейша можно поставить 2 к 1 либо 4 к 1 я обычно ставлю 4 к 1 атаку можно поставить минимальную релиз пускай будет автоматический но автогейн я обычно выключаю настраиваю потом на слух в общем такие настройки 4 к 1 атака минимальная релиз автоматически но его можно вообще не трогать и теперь смотрим слушаем эти у нас срабатывает сайды чейн только в момент удара кика если же если же чисто теоретически практически мы уберем все ноты да то срабатывать ничего не будет то есть у нас компрессор срабатывает только тогда когда у нас непосредственно звучит бочка когда она ударяет то сигнал поступает в этот самый компрессор который напомню у нас стоит на бассе и затем затем именно в этот момент срабатывает вот этот вот сайд чейн и начинает удавливать звук баса по громкости когда мы крутим трешил здесь по большому счету наполняет роль ручки mix чем трешилд меньше тем сильнее он задавливает звук мы уже слышим да очень явную эту просадку и в данном случае как раз таки трешилд вот он трешилд он выполняет роль ручки mix и чем он меньше тем ручка mix как бы больше но если проводить аналогию с кикстартом чем больше тем тем ручка mix меньше в данном случае он вообще не срабатывает давайте посмотрим как у нас поменялось теперь огибающая и вот именно на и сам соскопия вся эта вот история с именно басом эти 7 именно в момент удара бочки у нас срабатывает сайд чейн также и здесь если мы выключим автоматический релиз то релиз отвечает за то за какое время звук будет возвращаться в исходное положение то есть какой-то степени опять же если проводить аналогию с кикстартом это отвечает за то будет ли у такой вот пресет у нас либо вот такой но что было более наглядно давайте я продемонстрирую буквально с одним ударом кика чтобы сейчас нам было проще и понятней я оставлюсь только один удар бочки видим до время за которое он возвращается в исходное положение если сделать релиз очень большим ведь он очень медленно возвращается вот очень медленно если сделать релиз минимальным тонн старается сделать это максимально быстро поэтому релиз это время за которое громкость будет возвращаться на круги своя компрессор будет выключаться поэтому так это настраивается в музыке сломанными ритмами то есть вот таким вот образом делается сайды чейн поэтому вот таким вот способом это все работает есть еще второй вернее третий вариант который я нередко использую особенно если работаю с басом это на самом деле очень круто работает это способ такой чуть более муторный но мне он нравится потому что позволяет более точно все настроить мы выключаем все эти компрессоры просто ставим сюда самый обычный из utility gain и начинаем просто-напросто ручку гейна непосредственно ручку громкости автоматизировать да это может показаться совершенно муторно но как вы понимаете это более точный способ до который позволяет настроить вот эту вот огибающую максимально точно единственный важный момент что старайтесь избегать срезов под 90 градусов потому что если где-то у вас 90 градусов срез резки то будет щелчок чтобы этого не было нужно делать вот примерно так видите чуть более мягко и дальше вы можете например менять до каким-то образом вот так вот кривую напоминаю что здесь с сжатым control и шифтом вы можете это делать все так вот например создавать здесь точки дополнительные но и в принципе можем сделать что-то очень похожее на то что мы видели в том же кикстарте либо где угодно еще да вот такая вот кривая она очень очень похожа на то что мы видели в плагинах и опять же все зависит от длины вашего кика и нередко бывает если вы загружаете сюда бочку как сэмпл то прям четко видите до какого момента звучит этот кик и в этом случае когда вы настраиваете сайт чем то в буквальном слуп смысле пытаетесь их поставить так чтобы они как знаете пазл такой сошлись друг с другом вот если очень так быстро показать пример вот мы берем бочку допустим где у нас тут кекс неважно допустим такой вот мы кик берем к примеру до первый попавшийся взял он у нас как вы видите длиной ну так себе да не сильно длинный соответственно вот здесь то он уже прям железобетонно заканчивается это означает что скорее всего тут уже ручка вот громкости должна быть в исходном положении вероятнее всего так вот примерно так вот это должно быть настроено то есть все зависит от длины нашего кика понятно что здесь все это делается еще на слух но даже визуально вы можете подсказывать себе как скорее всего должно быть и так напомню у нас есть несколько типов бас секции это вопрос ответ когда несколько разных басов звучат вместе друг с другом создавая действительно как будто диалог дальше у нас есть 808 который часто используется в хип-хоп рэп трэп и подобной музыки также у нас есть быстрый бас который применяется в техно музыки и в сайтрансе очень часто также у нас есть бас-бочка когда мы берем какой-то сэмпл там уже сразу у нас есть и кик и бас для него это практически всегда применимо для бегрума также у нас есть обычный бас который звучит под аккорды как правило такой монотонный бас сам по себе он может звучать не очень круто но вместе с мелодией с аккордами звучит хорошо есть самостоятельный мелодический бас который я тоже показывал который может прям соляком на где-то в дропе звучать есть такой длинный бас наподобие того что я показал то есть он используется не так часто и применим больше для тех стилей музыки для тех случаев когда на вас не делается большой акцент а больше акцент делается на мелодию либо на что-то еще также мы разобрали три варианта работы с аиды чейном это кикстарт и аналогичные плагины при работе с прямым ритмом а также при работе сломанным ритмом это использование компрессора встроенного и также использование просто обычной автоматизации которым можем громкость выравнивать тем самым создавая пульсацию и решая частотные конфликты между бочкой и непосредственно басом на этом все так что попрактикуйте все эти типы бас секции можете их как-то комбинировать использовать их своих треках и это будет такое ваше домашнее задание